МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. Сегодня в программе. В Карагандинской области запустили осетровое производство. Аким области принял участие в открытии ряда объектов в Бухаржиралском районе. Теперь уже не бездомный. Александр Терехин восстанавливает документы и намерен переехать к родственникам в Москву. Ключи от квартиры и машины. Такой подарок вручили бронзовому призеру Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Эльмире Суздыковой. В Караганде чествовали участников летней Олимпиады. В ходе рабочей поездки в Карагандинскую область премьер-министр страны Карим Масимов оценил потенциал развития металлургического комплекса. За первое полугодие текущего года подразделения корпораций «Казахмыс» произвели 111 тысяч тонн катодной меди. Это на 8% больше, чем было получено за первое полугодие прошлого года. В 2014 году мини-плавильный завод «Жасказгани» провел масштабную реконструкцию. В продолжении модернизации реализуется проект по переходу на инновационные технологии производства. Они позволят извлекать медь из бедных руд. Возможность переработки руды с низким содержанием металла – важное направление для Казахстана, поскольку новые технологии позволят использовать забалансовые руды, скопившиеся на рудниках. В настоящее время идет строительство опытно-промышленной установки. Опытно-промышленная установка будет работать до 2019 года. На ней мы должны отработать все наши технологические параметры по данной технологии. И параллельно идет проектирование уже большого завода, на котором планируется в будущем перерабатывать все сырье, которое имеется перед «Жасказганским заводом». И технология будет переведена на переработку уже новым, более современным, совершенным, более экологически чистым и экономически выгодным способом. Обо всем об этом главе правительства Кариму Масимову рассказали руководители корпорации «Казахмыс». В результате реализации инвестиционного проекта металлургические предприятия смогут восполнить сырьевую базу и продлить срок рентабельной эксплуатации действующего производства более чем на 40 лет. И самое главное – будет обеспечена занятость населения. В перспективе компания планирует построить в Казахстане два гидрометаллургических завода по производству медного концентрата. В свою очередь, Аким Карагандинской области Нурмухаммед Абдебеков отчитался перед премьер-министром об исполнении комплексного плана социально-экономического развития Жасказганского региона. По его информации, до 2020 года предполагается реализовать 88 мероприятий по модернизации промышленных предприятий, строительству инфраструктуры, проведению геолого-разведочных работ. В настоящее время уже завершено 28 мероприятий. Еще семь проектов будут реализованы в текущем году. Андрей Тен, Александр Царикедзе, 1-й Карагандинский. В Карагандинской области запустили осетровое хозяйство. Аким региона Нурмухаммед Абдебеков в ходе рабочей поездки Бухажирауский район принял участие в открытии ряда объектов, среди которых производство по выращиванию осетровых рыб. Строительство осетрового хозяйства началось весной 2013 года при соблюдении всех технологических аспектов. Тщательно выбирался участок для будущего осетровника, основными параметрами которого были качество артезианских вод и относительно небольшая удаленность от города для удобства покупателей. Стоимость проекта – 520 миллионов тенге. Мы используем современную технологию замкнутого водоснабжения. То есть у нас водичка до 90% обратно возвращается после очистки. Соответственно, у нас весь выросной блок по выращиванию осетровых рыб находится в помещении, что исключает попадение неблагоприятных условий, скажем, заразы от птиц, от насадков и так далее. Руководитель предприятия также сообщил, что технологическая линия приобретена в европейских компаниях, полностью оснащена автоматическим компьютерным управлением. Это рыбоводные бассейны, системы глубокой очистки и кислородного обогащения воды, цехи копчения, упаковки и переработки. Производительность составляет 45 тысяч тонн осетровых в год. Проект финансировала компания КАЗ Агрофинанс. Этот проект будет жизнеспособен, пронесет свою пользу в развитии экономики нашего края. На сегодняшний день создано здесь более 10 новых рабочих мест. Это уже вклад в экономику нашего региона. Товарная продукция ожидается получения уже на следующий год. Затем глава области принял участие в сдаче в эксплуатацию новой сельской врачебной амбулатории, построенной по программе «Дорожная карта занятости-2020». С начала года по данной программе в Бухаржаусском районе открылись врачебные амбулатории в селе Доске, Баймарза и Петровка. Кроме того, Нурмухамбет Абдебеков ознакомился с деятельностью двух сельхозпредприятий в селе Уштубе, это Карагандинская хлебная компания и Гусиной фабрикой. Аем Амрина Александр Цирикидзе, первый карагандинский. Бывший вице-министр образования Мурат Абенов предложил министерству переехать в Караганду. Своё желание чиновник озвучил на августовском совещании. Он аргументировал это передовыми технологиями и реформами, которые начинаются именно в шахтёрской столице. В Караганде состоялось традиционное августовское совещание педагогов. Специально для участия в нём в шахтёрскую столицу прибыл экс-вице-министр образования Мурат Абенов. Чиновник отметил вклад карагандинского региона в развитие системы образования страны. По словам Абенова, он наблюдает за областью в течение двух лет. Караганда, по словам спикера, лидер по инновационным идеям. Система образования в Карагандинском регионе направлена на развитие человеческого капитала. Педагогам есть чем похвастаться, чем гордиться. В области мощнейший состав педагогических кадров. Очень много новаторов. Я помню, как трёхязычие, профильное и предпринимательское образование начиналось именно здесь. Я думаю, Министерство образования тоже нужно сюда переселить. Идею переезда министерства поддержали все присутствовавшие. Педагоги проводили Абенова шквалом аплодисментов. Кроме этого, на совещании были озвучены реформы, которые в ближайшее время будут внедрены в системе образования. По словам Акима области, Нурмухамбета Абдебекова, выпускников отдалённых сёл, не поступивших на грант, будут обучать за счёт бюджета сельских районов. В каждом районе рассмотреть вопрос по целевой подготовке педагогов для сельских, школ за счёт местных бюджетов. К управлению образованием Якимов городов, районов до конца 2017 года провести переобучение неспециалистов и предметников, преподающих несколько дисциплин. Кандидаты в директора школ будут защищать свою программу перед родителями. Это необходимо, чтобы снизить коррупционные риски, подчеркнул Абдебеков. Также директоров школ обяжут иметь сертификаты лучших университетов США. Они должны пройти онлайн-обучение на образовательной платформе, где собраны материалы лучших вузов мира. У нас, к сожалению, в настоящее время в силу формирующегося, скажем, демографического разрыва происходит ситуация, когда иногда очень сложно найти директора школы назначить. Есть педагоги, нет директоров школы. Вот эту традицию мы должны коренным образом переломить. Причем директора именно за счет подготовки, обучения должны соответствовать сегодняшним требованиям. Главный педагог области рассказал о новом проекте под названием «Инженеры будущего». По словам Асхата Аймагамбетова, обучение инженерному мастерству теперь будет проходить по цепочке школа-колледж-вуз. Также он добавил, что учителя области больше не будут заполнять классные журналы. С нового учебного года 100 школ области переходят на электронный классный журнал. Айям Амрина, Исламбек Успан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Первый заместитель Акима области Ассалбек Дюсибаев проверил ход ремонтных работ участка Анар-Цимиртау, а также участок капитального ремонта моста через реку Ишим на автодороге областного значения. В ходе посещения первый заместитель Акима области Ассалбек Дюсибаев ознакомился с ходом ремонтных работ. В целом в процессе реконструкции участка Анар-Юртау предусмотрено устройство 8 транспортных развязок и путепроводов, 9 мостов, 8 скотопрогонов, 9 проездов сельхозтехники и многое другое. Было отмечено, что свои коррективы в ход работ внесли затяжные проливные дожди. В настоящее время график скорректирован, организована круглосуточная работа. С учетом погодных условий мы дополнительно мобилизовали 85 единиц техники дополнительно, 140 человек персонала. В общей сложности работают на данном участке 650 человек, из них 230 человек местного населения. В рамках восстановления паводковых разрушений ведется работа по капитальному ремонту моста через реку Ишим на автомобильной дороге областного значения «Осакаровка-Молодежная» в районе села Пионерский. После завершения ремонта габариты моста увеличатся с расширением проезжей части и увеличением грузоподъемности до 80 тонн. Общая протяженность вместе с подходами составляет 560 метров, а длина моста увеличится с 28 до 50 метров. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована в сентябре. По итогам объезда Ассалбек Дусибаев дал соответствующее поручение ответственным лицам. Андрей Тен, Александр Царикедзе, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама, а после мы продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К другим новостям. Бездомный карагандинец Александр Терехин собирается переехать в Москву. Дворник, дядя Саша, которого знают как человека, прожившего 4 года под открытым небом в Центральном парке, сейчас благополучно находится в Центре адаптации. Как он себя чувствует, какая помощь ему оказана, расскажет Айма Амрина. Сегодня дядю Сашу совсем не узнать. Его подстригли и приодели. Вот уже несколько месяцев он живет в Центре адаптации. И хоть условия в Центре не шикарные, всего лишь кровать, тумбочка и горячее питание, он доволен. Ведь последние 4 года его домом был уличный туалет в Центральном парке. У меня сейчас есть куда уйти, допустим. Но это будет позже. У меня, как моей гражданской жены, которая умерла, ее сын. Как он, пасынок получается. Но он сейчас в России, в Москве, он постройки, духовную академию, по-моему, строит. Вот он как приедет, мы созванивались, он меня заберет к себе. У него свой дом. Правда, для начала нужно восстановить документы. В этом и вся загвоздка. У Александра Терехина отсутствуют документы на протяжении 23 лет. Пока их не оформят, мужчина будет жить в Центре. К тому же Терехин продолжает работать в парке, получает зарплату. Порядок Центра не нарушает. Так как он не имеет никаких при себе документов, начиная со свидетельства о рождении, заканчивая трудовой книжке, направлены все запросы. После получения запросов, также ему будет восстановлен документ, то есть удостоверение личности. А также будет решен вопрос или по трудоустройству, или по бытовому устройству. Если есть у человека какие-то показания для установления группы инвалидности, будет проходить обследование медицинское. Всего, по словам сотрудников Центра, в текущем году к ним поступило 126 человек. 13 человек определены в дома-интернаты. Более 80 человек получили удостоверение личности. И это не предел. Центр адаптации для Александра Терехина стал настоящим домом. Здесь его уважают не только товарищи по несчастью, но и администрация. Вскоре мужчине обещают восстановить документы. В Караганде продолжается общереспубликанская акция «Дорога в школу». Около 150 учащихся в школу области получили помощь от мусульманской общины. Согласно призыву Духовного управления мусульман, все мечети должны поддержать республиканскую акцию. В центральной мечети Караганды собрались дети из отдаленных районов области. Сегодня для них праздник. Многодетные малоимущие семьи с помощью мусульманской общины получают для своих детей школьные подарки. Это немаловажная помощь, ведь подготовить ребенка к новому учебному году непросто. В семье из Малкиных об акции узнали совсем недавно и немедля подали заявку. Пенсионерка Наталья воспитывает троих внуков. Самой старшей 13, а младшей Тане всего 7. В этом году девочка идет в первый класс. Случайно узнали о такой акции «Дорога в школу». Благодарность, что помогаете многодетным семьям. Дети довольные остались, родители тоже. Большое спасибо получили. Портфель получили. Школьные принадлежности получили. И кроссовки. На протяжении нескольких лет казахстанское мусульманское духовенство принимает активное участие в акции «Дорога в школу». Ребятишкам вручили тетради, ручки, альбомы и прочие канцелярские принадлежности, а также спортивные обувь и рюкзаки. Организаторы отмечают, что благие дела не знают границ, а также не делятся на национальности. Вот поэтому в мечети собрались представители разных вероисповеданий. В этом участвуют все мечети области. В этом году мы проводим акцию Карагандинской областной мечети в данный момент на 150 детей. Это первые необходимые школьные принадлежности. Сумки, карандаши и тетради, всякие там пеналы. Мы на этом не останавливаемся. Завтра мы продолжаем дальше по городам-спутникам развозить. Также в запрошенных ими количествах. Эти заявления нам поступили от школ, где дети, конечно, есть семьи, которые нуждаются. Сегодня подарки к школе получили 150 семей. Но это только в одной мечети. Если суммировать количество мечетей во всей Карагандинской области, то выходит впечатляющая цифра. А по всему Казахстану и вовсе благотворительная акция приобретает поистине глобальные масштабы. Во всяком случае, в духовном управлении мусульман заявляют, что в нынешнем году одежда и канцелярскими принадлежностями обеспечат более 5000 школьников. Семилетняя Таня только пойдет в школу, но свой первый урок уже получила. Теперь она знает, что мир не без добрых людей. Ассель Сазамбаева, Шахсулт-Муртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. И последнее. 11 спортсменов защищали честь шахтерской столицы на летней Олимпиаде. Все они удостоены подарков и почести. Тысячи карагандинцев собрались в Ледовом дворце спорта «Караганда-арена» для чествования олимпийцев. На грандиозном спортивном празднике побывала Ассель Сазамбаева. Ледовый дворец наполнен радостью и чувством гордости. Горожане собрались, чтобы достойно встретить олимпийцев и поздравить их лично. Мероприятие открыли юные спортсмены. Встав на свои позиции, ребята показали красоту своего вида спорта. Конкобежцы, хоккеисты, футболисты и вальтболисты, а также ученики школ самбо, карате и тэквондо. Все это сопровождалось выступлением карагандинских творческих коллективов. Концертную программу продолжил парад спортивных школ. Они собрались вместе, чтобы познакомиться лично с участниками летних олимпийских игр. После чего с приветственным словом выступил Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков. Примите самые искренние поздравления в честь вашего праздника Дня спорта Республики Казахстан. Сегодня можно с уверенностью сказать, что развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни становится одним из стратегических направлений государственной политики. Дорогие наши олимпийцы, Карагандинцы, как и весь Казахстан, с большим интересом наблюдали за вашими выступлениями. Мы верили в вас, и вы полностью оправдали наши надежды. Высокое спортивное мастерство, сама тача и огромная воля помогали вам в напряженной борьбе с сильными соперниками. И в 17 олимпийских медалей сборной Казахстана, безусловно, есть и ваш большой стратег. Выдающийся успех каждого из вас войдет в летопись казахстанского спорта и станет достойным примером для многих юных спортсменов нашей страны. После слов поздравления наступила самая интересная часть мероприятия – вручение подарков. Все участники удостоены памятными часами ОТАН, их тренеры – почетными грамотами. Главный подарок получил бронзовый призер Олимпиады Эльмира Сыздыкова – ключи от квартиры и машины. И ключи от автомашины! В скором времени Эльмира Сыздыкова начнет подготовку к Олимпийским играм 2020, которые пройдут в Токио. Многие уверены, что представлять Караганду будет еще больше спортсменов, ведь именно такие примеры рождают в подрастающем поколении спортивный дух. По словам родителей, победа Эльмиры была ожидаемой, ведь девушка готовилась, не покладая рук. Как говорит отец спортсменки, Эльмира всегда отличалась настойчивостью и упорством. Уважаемые жители города Караганды, я поздравляю вначале вас всех днем спорта. И, конечно, олимпийцев, которые завоевали лицензию на Олимпиаду и тренировок. Я очень горд за свою дочь, рад, что среди медалистов значится фамилия моей дочери Эльмиры Сыздыковой. Я хочу сказать спасибо всем людям, всем, кто помог моей дочери, кто создавал условия для тренировки, для поездки. Я от души рад, я очень горд за свою дочь. Мероприятие завершилось ярким концертом. Программа чествования олимпийцев также включала в себя празднование Дня спорта. Приветствия участников летней спартакиады «Арай-2016» и областной сельской спартакиады «Сарарка-2016». А сердце Замбаева, Жаксулык, Нуртае, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, приятных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин